Сегодняшняя тема, она, наверное, самая сложная из ближайших лекций. Я уже говорил вам о том, что мы будем читать Евангелие в хронологическом своде. Евангелие. Это значит, что будем брать один сегмент Евангелия, то есть одну цитату, с одной книги, скажем, с Матфея, другую с Марта, Луки и так далее. Для того, чтобы у нас была целостная картина о евангельской хронологии, о евангельской истории. И такие работы предпринимались на протяжении всей истории библейской. Ориген, Тациан, и вот самое, Феофан Затворник, это один из последних сводов. Мне он больше всего нравится, этот свод Феофана Затворника. Также есть замечательный свод Гладкова. Эти своды, они не дублируют друг друга. То есть каждый свод имеет свои особенности. Один библеист считает, что это место должно упомянуться в качестве хронологического первого момента. Другой считает, что другое место. То есть те варианты, которые предлагаются для нас, они, конечно, являются не совсем, может быть, точными. Но, тем не менее, все равно это достаточно точный хронолог. Мы начнем с пролога. Именно так называются первые восемнадцать стихов Евангелия от Иоанна. Вы можете открыть для того, чтобы смотреть за текстом. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Давайте обратим внимание на очень важные слова. В начале было Слово. На греческом языке «Энг архи и олобос». Вот эти слова, они очень важные. Помните, мы читали с вами первую книгу Библии «Бытие». И она начиналась такими словами. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Евангелие начинается такими словами в начале тоже. В начале было Слово. Вот это очень сложная богословская тема. Мы, конечно, может быть, на ней остановим особенно много внимания. Давайте мы вначале обратимся к вероучению нашей Церкви. Мы знаем из символа веры, который мы читаем каждое утро, в утренних молитвах, поем вместе за божественную литургией верный во единого Бога, Отца Всевышнего Жития и так далее. И символ веры нам повествует о том, что Бог троичен в лицах. Мы называем Бог Троицей. Мы даже в молитвах так обращаемся. «Пресвятая Троица, помилуй нас». Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. Что можно сказать об Отце? Можно сказать вначале, что о Нем никто ничего не знает. Мы только знаем, что первое лицо Святой Троицы – это Отец. Это Личность, покрытая… Именно я сейчас буду использовать такое слово «мраком», потому что это богословское понятие. Мрак является также синонимом света. Для нас мрак – это тьма. Но для богословия мрак – это свет. Когда идет речь о божественном мраке, то идет речь о божественном свете. Почему свет называется мраком? Если мы захотим посмотреть на источник света своими глазами, на солнце, то что случится с нашими глазами? Мы ослепим. То есть, мы поймем, что этот свет для наших глаз является мраком. Человек не может проникнуть невооруженным глазом в источник света. Глаза начинают слепнуть. И вот Отец тоже покрыт мраком, божественным светом. Мы знаем, что Отец послал Сына Своего. Вот о Сыне мы узнаем больше. И вот мы узнаем именно из этого стиха. В начале было Слово. В начале чего? В начале времени. В начале всего того, что мы видим вокруг себя. Но обращает наше внимание Григорий Богослов на это слово «эн архием». Начало. В начале. Он под началом понимает Отца. То есть, Слово было у Отца. Он является началом всего. Мы называем также Бога безначальным. Безначален Он. Потому что никто не является для Него. началом Его бытия. Он Сам в Себе берет начало бытия. Но вот для Сына Он является началом. Но мы должны быть очень осторожны в этом рассуждении. Потому что существуют ереси, которые учат, что так называемая ересь субординационализма. Якобы существует некая субординация иерархия бытия иерархия бытия между Отцом, Сыном и Святым Духом. То есть, Отец это больший Бог, чем Сын. А Сын меньший Бог Отца, а Дух Святой меньший Бог по отношению к Сыну и соответственно Отцу. это неправильно. Нужно помнить еще о том, что эти три личности являются единым Богом. Для нас очень сложно умом понять именно логически этот тезис догматический. Но мы все-таки постараемся проникнуть в эту тайну. Вот мы человечество, одно человечество, в единственном роде говорится о всем человечестве. Но это человечество представлено в этом мире в личностях. И эти личности находятся в коммуникациях общений между собой. И вот Божество для Троицы оно едино. То есть природа, как для нас человеческая телесная природа, является единой для всего человечества. Для всех рас, уже не говоря о национальности. То есть мы являемся единым видом человечества. То есть нет второго вида человечества. и важно понять, что в какой же все-таки какие же коммуникации в отношениях между Отцом, Сыном и Святым Духом. Вот природа Божества, она имеет волю, единую волю. То есть для трех лиц Святой Троицы воля одна. Но вот источником воли является Отец. Послушанием этому источнику воли является Сын. А Святой Дух является осуществлением этой воли. Вот мы, люди, если сейчас перенести этот образ на наши человеческие отношения, для нас это будет сложно воспринять и понять. Почему? А потому что у нас у всех воли свои. У каждого человека своя воля. Но ведь, понимаете, здесь очень важно что понять. Воля природы, она тоже для нас является единой. почему? Потому что, как мы можем, во-первых, этот момент уяснить для себя. Если мы возьмем наши природные особенности, вот человеку неприятна боль, человек по своей воле, кто бы он ни был, этот человек, он будет что, эту боль отвергать своей воли. То есть если какая-то угроза для него, болевая угроза, он отвергать эту боль будет. Но с другой стороны, мы настолько живем своей жизнью, личной жизнью, что мы не чувствуем боли другого человека. Мы чувствуем только свою собственную личную боль, свое страдание. Но некоторые скажут, что мы чувствуем все-таки боль другого человека. Да, мы чувствуем боль другого человека. Но для того, чтобы почувствовать боль другого человека, для этого нужно определенное воспитание личности. И для того, чтобы чувствовать особенно чутко боль другого человека, для этого приходит в мир Христос. Боль человечества, когда он соединился своей плотью с нашей плотью, когда он воспринял нашу плоть, боль человечества стала его болью. И вот мы помним аскетов преподобных, мы мучеников вспоминаем. Это люди, которые, знаете, я хотел бы использовать два термина. Есть термин, который называется инстинкт. Это совершенно понятный термин для нас. Инстинкт это механизм, внутренний механизм природы, который работает на обслуживание себя, сохраняет от уничтожения, то есть инстинкт самосохранения, продолжения рода, это все есть сохранение природы. А вот еще есть второй термин, он, правда, был введен Гумилевым, замечательный термин, он называется пассионарность. пассио страдать. Этот термин говорит о других импульсах внутри человека, которые направлены на то, чтобы пойти вопреки инстинкту. То есть человек готов страдать страданием чужим, то есть воспринять чужое страдание как свое собственное и пренебречь своей боли. И вот для лиц Пресвятой Троицы все переживания, которые происходят внутри Божества, все эти переживания являются переживанием трех личностей одновременно. Что переживает сын, то будет переживать одновременно отец и святой дух. И в другом порядке. И вот когда идет речь о крепкой семье, то всегда подразумевается, что общие трудности, боли, вернее, частные боли трудности стали общими. И вот отец мы о нем не знаем из Ветхого Завета. Мы знаем о том, что Бог един. Но обратите внимание, об этом говорит нам пророчество, что Бог един. Слушай, Израиль, Бог един. Но не путайте это слово един и словом один. Потому что один это числительное, которое указывает на одного, на одно существо. А един, Бог един, указывает на соединение. Об этом говорится в Ветхом Завете, но очень и очень таинственно. есть пророчества, намекающие на троечность лиц. Но такой очевидности, яркости, как в Новом Завете, конечно, в Ветхом Завете не было. Шедшие обращается Господь наш Иисус Христос к апостолам крестить народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестить можно только в равнозначные лица, то есть все эти три лица являются единым Божеством. Это важный момент, он не является абстрагированным таким, знаете, схоластическим моментом от евангельского благовестия, от аскетической жизни евангельской. В этом догмате сокрыто глубина любви, любви Бога к человеку. И вот, если мы обратим внимание на тот текст, который я привел вам, еврейский текст, вначале сотворил Бог небо и землю, на еврейском языке звучит это Бариши Бара Элогим. Вот слово Бара, помните, мы говорили очень много об этом слове, сотворил. Так вот, это слово сотворил, удивительно, но оно происходит от слова Бар, отец, прости, сын. То есть, на еврейском языке Бар это сын. мы будем встречать на страницах Евангелия, когда Господь будет называть Петра именно еврейским словом. Бар, Бар еще оно звучит. и вот в начале сотворил. И вот если мы обратим еще внимание на вот это происхождение этого слова, то сотворил кем? Сыном. Бара, бар, сотворил в начале Сыном неба и землю. И вот мы переходим к этому замечательному стиху. В начале было слово. И вот этот стих, если соединить с тем первым стихом, то становится понятно, что Отец творил Сыном этот мир, а Сын был в начале. Ничего еще не было тварного, а Сын уже был. И называется здесь в греческом тексте и в русском тексте Сын словом с большой буквы Слово. Слово, потому что Отец является умом. Если так образно говорить, ум, он высказывает себя через мысли, через слово. На греческом языке логос имеет много значений. И мысль, и смысл, и слово, и ум. И вот это слово было у Бога. и слово было Бог. Почему именно слово? Потому что Бог выговаривает этот мир. «И сказал Бог, да будет свет, и появился свет». То есть Бог произносит как поэму. Почему на греческом языке в символе веры Творец звучит как пиетис, поэт. Поэт, мы верим в поэта неба и земли. и эта поэзия осуществляется через сына. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Знаете, здесь на этом четвертом стихе тоже нужно остановиться. Вот жизни для человека, она тождественна свету. Вот давайте обратим внимание, есть такой в ботанике термин фотосинтез. именно происходит фотосинтез, это когда растение питается солнечными лучами, светом. И вот умные силы, ангельские силы, и человек в том числе, он питается благодатью Божьей. А благодать Божия для человека во многих смыслах является светом, в буквальном смысле. Потому что, помните преображение Христа на горе Фавор? Что произошло? Именно его подлинная сущность богочеловеческая была проявлена, и проявление этой сущности было светоносным. И в отношении нравственном закон Божий, который исходит от Бога, он является светом, потому что человек, который приобщается к этому закону, к заповеди Божьей, он просвещается его жизни, она направляется этим светом. И вот жизнь была свет человеков, то есть жизнь Христа, жизнь Бога для человека является жизнью, светоносной жизнью. Ангелы так и называются, вторые светы. почему? Потому что они отражают, они сами своего света не имеют по природе, ангельской природе. Тот свет, который они имеют и который они могут излучать в общении с человеком, это свет, который они получают от Бога. Они богаты божественным светом. И вот когда изображаем святых на иконах, изображаем, вот выделить, если мы хотим выделить в какой-то композиции святого, то мы видим вокруг его лица главы сияния света, нимб. И самая большая скорость физического взаимодействия в этом мире это свет. И мы, конечно, говорили уже о свете много, я как бы так особенно не хотел повторяться, потому что, наверное, мы еще будем касаться темы света, сейчас мы пойдем дальше. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть, для нас, как для верующих людей, эти слова должны быть некой аксиомой. То есть, единственный свет, который просвещает всякого человека, это свет, который исходит от Бога. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Здесь говорится о будущем Христа, о его пребывании в течение 33 лет в этом мире. Еврея. Пришел к своим, и свои его не приняли. О ком идет речь? Кто эти свои? Эти свои это евреи. Потому что Господь в течение всей истории еврейского народа просвещал еврейский народ. Он их питал своим божественным откровением. А тем, которые приняли его верующим, во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Эти важные слова. Ведь человек рождается все-таки от плоти и крови. Но тем не менее, христианин, тот, который следует за Богом, это тот человек, который должен родиться еще раз. То есть должно совершиться новое рождение. То есть того рождения, которым человек появляется в этот мир, обычное рождение, этого недостаточно для того, чтобы стать причастником этого света. Не от хотения мужа, но от Бога родились. И вот именно это благовестие мы говорили с вами, что «шедше проповедите Евангелие всякому творению, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть крещение это новое рождение. Вот в чем заключалась эта радостная евангельская весть. Вновь родиться. Об этом будет страдать Никодим праведный, который придет ко Христу ночью для того, чтобы послушать Его. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Обратите внимание на эти слова. «И мы видели славу Его». То есть это реальность иного порядка для тех, кто пишет Евангелие. Они видели славу Его. То есть Бог воплотился и человек стал другим. Славу как единородного от Отца. Здесь нужно обратить внимание на эти слова единородного от Отца. Есть такая секта современная, она называется «Свидетели Иеговы». Так вот, они отрицают божественность Христа. Вот здесь первый аргумент, который указывает на то, что Слово стало плотью и то, что Он единородный от Отца. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Здесь большая радость для христианина. «И от полноты Его мы все приняли». То есть себе сложно даже представить, о чем идет речь. Мы так пробегаем просто своим сознанием эти слова, эти строки. Но в этих словах, вот их можно двадцать, тридцать раз считать. Если человек начнет понимать, о чем здесь идет речь, то он исполнится великой радостью. И от полноты Его, представляете, вот полнота Бога, который стал плотью, то есть воплотился. И вот от этой полноты приняли первые ученики Христа апостолы. Благодать на благодать. Благодать на благодать это объяснение того, что благодать они уже имели, когда были в ветхозаветной церкви, приобщались к божественным откровениям, но именно той благодати, которую они получали в ветхом завете, ее было недостаточно для спасения, а только для просвещения. Для того, чтобы это просвещение подвело человека именно к Сыну Божьему воплотившемуся и в результате к спасению. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Эти слова очень важны для нас. Вот часто тоже сектанты говорят, Бога не видел никто никогда. И опираясь на эти слова, они говорят, значит, Христа невозможно изобразить. И вообще невозможно иконопись. Но вот они не дочитывают до конца, как и это свойственно любому сектанту читать обрывки. Для них Библия это цитатник. Но если мы посмотрим дальше, Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Из этих слов мы извлекаем очень важную мысль, что до пришествия в мир Христа никто не видел никогда, но Сын Единородный Он явил. Здесь прекрасные слова явил. Помните, когда Фома спрашивал у Христа, Господи, покажи нам Отца, а Он отвечает, сколько, простите, Филипп, сколько Я с вами, и Ты говоришь, покажи нам Отца. Кто видел Меня, тот видел Отца, потому что Я и Отец одно есть. Одно, но это не значит, что, как некоторые еретики древней гностики утверждали, что в Ветхом Завете Бог проявлял Себя Отцом в Новом, Сыном, а будет еще Третья Эра, ее называют сейчас Эрой Водолея, Новой Гностики. Эта Эра будет Святого Духа. Нет, на самом деле это три личности, и все они находятся между собой в единстве любви. Важны слова. Вот обратить внимание еще на что важно. Греческий текст говорит явил на греческом эк си ги зато. Мы уже говорили об этом термине библейской истории. Этот термин, он является термином определенного метода толкования, постижения смысла Священного Писания. Установление подлинного смысла. Это именно экзогетика. И вот используется в греческом тексте именно этот термин. То есть он истолковал Бога. Он объяснил Бога своего Отца. И вот в Евангелии от Иоанна в 15 главе 5 стихе Сын Божий говорит «Вся елика слыша от Отца Моего сказа вам». То есть Он передает волю Отца. Вот здесь вот эта взаимосвязь Сына. Сейчас мы о Духе Святом пока говорить не будем. Это тема для наших дальнейших толкований. То есть Он рассказал людям все то, что сказал Ему Отец. И будет часто Сын говорить, что Он пришел выполнить волю Отца Своего. Вот здесь послушание, абсолютное послушание Сына Своему Отцу. Вот такое единство между лицами Пресвятой Троицы. Таким образом можно ответить на вопросы фарисеев и книжников. Они подходили ко Христу и Господь отвечал, что вы думаете о Христе? Конечно, они ничего не могли знать о Христе, того, о чем Сам Спаситель рассказал от Отца своим ученикам, своим апостам. Дела, которые Отец мне дал совершить, вот Он ради этого приходит в этот мир. А сейчас мы перейдем от пролога к собственно хронологической истории Нового Завета. Откройте Евангелие от Луки. Первая глава пишет Евангелист Лука. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях». То есть многие уже составляли. И вот эти многие это Матфей, Марк. были также отдельные слова Христа записаны. Не в таком объеме, как это написал евангелист Матфей и Марк. Были так называемые аграфы. Это отдельные выражения, которые имеют подлинное содержание евангельское, но они не являются частью этих евангелий, но были найдены эти записи и выражают евангельский дух. То есть многие писали о Христе. Но никто не задавался важной целью изложить это именно в хронологическом порядке. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. То рассудилось и мне по тщательным исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. То есть по тщательным исследованию. Он тщательно исследовал уже существующие документы евангельской истории. Это первый момент. Помните мы говорили о том какой критерий определяет каноничность евангельского текста. Это один там три критерия. Но один из этих критериев это апостольское происхождение. Апостольское происхождение. И вот здесь упоминается этот момент. Он говорит то бывшее с самого начала которое видели очевидцы и служители слова. Кто служителем слова являлся? Апостолы? Они же очевидцы. На славянском языке звучит как самовидцы. то есть сами видели Христа и об этом они повествовали. То есть из первых что называется уст. Из первых рук. И сейчас он пишет этот евангельский текст для того чтобы Феофил достопочтенный как он здесь называет узнал о Христе. То есть это как бы евангелие которое было написано частному лицу. И вот здесь четвертый текст четвертый стик мы читаем чтобы ты узнал твердое основание того учения в котором был наставлен. Это одно из свидетельств предания. Это значит что прежде чем существовало письменное свидетельство то было устное наставление в вере. И людей которые желали принять крещение называли катехуменами. Катехумен это человек готов готовившийся к принятию крещения. Это существительное катехумен происходит от катехео греческого наставлять и оглашать. И вот греческий текст он нам говорит ты был наставлен катехитис греческое слово. то есть здесь первое свидетельство о наставляемых о катехуменах это очень важный момент. Можете даже обозначить потому что отсюда идет церковная традиция наставлять желающих принять крещение. тех людей которые наставляли вере их называли катехизатором. И книга которая предлагает учение православное учение называется катехизис. то есть Евангелие является неким таким письменным основанием для изучения веры и подготовки по святому крещению. Это очень и очень важный момент. Почему это важный момент? А потому что братья и сестры сейчас люди принимают крещение ничего не зная о Христе. Ничего не зная о Евангелии, о Святой Троице. Мы конечно будем говорить еще о Святой Троице, то о чем мы уже сами только что говорили более подробно. Но сейчас я упомянул для того, чтобы было представление о том из каких недр, из каких глубин мы получили радостное евангельское благовестие. И для чего оно нужно? Оно нужно не только для человека, который принял уже крещение, но нужно и для того человека, который будет принимать крещение. Он должен знать уже Евангелие. И когда сегодня наши православные люди безразличны к изучению своей веры Евангелия, это говорит о том, что они равнодушны и к Богу Отцу, которому мы молимся Отче наш ежедневно. А ведь Он послал Сына Своего Отец для того, чтобы Сын научил нас, явил благодать Отца. И мы должны руководствоваться этим смыслом, глубоким смыслом, который дает Господь. И следуйте Писание, призывает Господь, потому что вам надлежит через эти Писания спастись и узнать обо Мне, потому что они говорят обо Мне, говорит Господь. И сейчас мы переходим к другим строкам. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. «Во дни Ирода царя иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Во-первых, указывается в какое время начинается евангельское время. Это время, когда царем иудейским был Ирод. И вот в это время Захария и Елисавет и жена из рода Ааронова. Почему это важно? Потому что они должны вступать в одном то есть колено Ааронова должны вступать в брак только из женщинами этого же колена. Поэтому вот эта деталь тоже она важна. И вот оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что евангельская история это не биография в широком смысле, как мы понимаем биографию. Евангелие это некая икона. На иконе указаны самые важные детали. указывается в не обращается внимания на то, что важно для спасения человека. Не обращается на какие-то частности. Здесь нет описания природы, нет описания быта. Есть самые ключевые сатириологические моменты, то есть сатириологии учения спасения. Вот самые сатириологические моменты. Вот они как раз указываются в Евангелии. И вот эти строки, которые говорят, что вот они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. это важно. И у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонны. Да где же справедливость, скажете вы? Ведь считалось, считались люди грешниками в Ветхом Завете те, у которых не было детей. Потому что одних не было продолжения рода человеческого. А тем более, если речь шла о Мессии, и должен был Мессия родиться, Спаситель человечества, если они были бесплодны, значит, они были в особом каком-то поношении у людей и считались грешниками перед Богом. Но они-то были праведны перед Богом, повествует нам Евангелие, поступали по заповедям и уставам беспорочно, и они уже были в летах преклонны. То есть по естеству они не могли родить. И однажды, когда он, то есть Захарий, в порядке своей череды служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Вы знаете, что священниками в Ветхом Завете могли быть только потомки Аарона из колена Левия. И с течением истории было уже огромное количество потомков Аарона и царь Давид разбил на 24 череды священства, чтобы все они в течение года могли служить по две недели в храме. Только две недели из-за определенной череды, значит, вне определенной череда могла служить в течение года, две недели, не больше. И по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Но в храм, внутрь самого храма для кождения, а кождение это особое священное действие веткозаветное, оно совершалось следующим образом. Священник заходил в святилище, а сам храм разделялся на две части, святилище и святая святых. И вот он заходил, священник, в святилище для того, чтобы бросить ладан на кадильный жертвенник. И на этом заканчивалась его миссия именно в этом в храме, внутри храма. Он мог вообще не попасть за всю свою бытность священником внутри святилища. А вот в святая святых один раз в год мог заходить только первосвящение. То есть в святая святых никто не мог заходить. Кроме первосвященника. Я один раз помню. И вот все остальные люди стояли вне храма, в так называемом дворе церковном или же притворах церковных. Это достаточно там сложная система была этих притворов, храмов, там двор для женщин, для иудеев, мужчин, для язычников там был даже двор. И ему по жребию досталось войти в храм для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. То есть можете представить благоговейные чувства, переживания, которые переполняли праведного Захария. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Знаете, если допустить такую мысль, что он вообще в первый раз пошел, то есть он молился, был переполнен благоговением, тем более старчик в летах преклонный был. И сподавляется войти. Для него храм и небо как мир тайны это одно и то же. И вот он заходит для того, чтобы совершить кождение и видит по правую сторону жертвенника ангела. то есть он как будто в сам рай проник. Первый раз вошел и первый раз увидел такое зрелище. Стоя по правую сторону жертвенника Кадильного стоял ангел. Захарий, увидев его, смутился и страх напал на него. Естественно, по-другому и быть не могло увидеть небожителя. Кто знает, может быть он и в этот момент сиял светом этот ангел. Может быть даже он не мог смотреть ангелу в глаза, что скорее всего так и было. А еще нужно учитывать, что по иудейскому верованию, если видели небожителя, то это предвозвещало смерть, скорую смерть. Ангел же сказал ему не бойся. Такие замечательные слова. Знаете, вот очень важно, когда я вам приведу слова одного мудрого человека. Он сказал изучение без рассуждения, без осмысления это пустое занятие. А вот рассуждение, размышление без изучения это опасное занятие. Потому что если человек рассуждает беспочвенно, если он ничего не исследовал в той или иной области, то это, вы знаете, это очень опасно. Но если человек только накапливает информацию, вот сейчас, мне кажется, в современной школе происходит накопление знаний. Но вот именно рассуждать над полученными знаниями у детей, наверное, недостаточно ни времени, ни сил. Это пустое занятие. Они заканчивают школу и не знают, понимаете, порой элементарных вещей. хотя десять лет один, а сейчас двенадцать лет учиться в школе. Это как, знаете, такая шуточка есть. Поступают дубами, а выходят липами. И вот если мы все-таки вернемся к тринадцатому стиху, не бойся. Это слова очень важные. Мы можем пропустить, но он успокаивает. Вот какая забота о человеке. Не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоя. Это тоже нужно нам вдуматься. Ведь, понимаете, мы часто говорим, Бог наших молитв не слышит. А вы знаете, особенно когда поинтересуешься, а как долго вы усердствуете в таком молитвенном непрерывном подвиге? Вы, конечно, узнаешь, что, ну вот, вы знаете, я тут три дня подряд молюсь, и как-то Бог не слышит меня. А здесь идет речь о том, что молитва его услышана, но услышана какого человека праведного и в летах преклонных. Он долго молился, и не один молился, а вместе со своей женой Елизаветой. она родит сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Вот такие слова услышать. Вот тоже сейчас можно перенести в такую эмоциональную плоскость. Представляете, в старом преклонном возрасте слышат такие слова, что сын у тебя будет, а во-вторых, он еще будет необычным человеком. Тебе радость будет, и многие возрадуются его рождению. Ибо он будет велик перед Господом. Вот если бы кто-нибудь из нас такие слова услышал от Ангела, вот просто на таком эмоциональном уровне пытаться пережить. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, особенно когда общество еврейское погрязало в грехах, когда вино и секер рекой лилось. Понимаете? А здесь он не будет употреблять вина и секера. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилев обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи. Но нужно понимать, что Илья для ветхозаветного человека, знаете, это не просто святой. Это святой ревнитель. Вы помните все, что связано с Ильей. Кого мы еще из ветхозаветных праведников кому службы вот служим? Кому храму посвящены? Наверное, кроме Ильи из ветхозаветных святых никому не посвящены. Нет, он святой, но... Видимо, вот Елисей какой-то человек построил этот храм как небесному покровителю. А вот имена Илья это ревнитель. Вот все на Илью стараются прийти в храм. Боятся все Ильи. А что же если он прогневается? Что-что? Конечно. Понимаете, это сейчас для нас же дождь, понимаете, это не просто понимаете, душ такой с неба. А дождь это плодоносие земли. Это пища. Поэтому лучше с ним не связываться. И вот он говорит, что он будет такой же, как Илья. В духе Ильи придет. Причем, чтобы возвратить сердца отцов детям. То есть, в каком духе он будет возвращать? И непокоривым образ мыслей праведников. дабы представить Господу народ приготовленный. То есть, идет речь о непокорных. А он будет вразумлять. Это, конечно, очень, очень такое большое впечатление для Захарии. И сказал Захарий ангел, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. А что он мог еще сказать? Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». То есть, вот, сама восстановка вопроса, она является неким таким убеждением, аргументом убеждения. «Я говорил предстоящий пред Богом и послан говорит с тобой и благовестить тебе сие». И вот ты будешь молчать, диалог был очень короткий, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам, которые сбудутся в свое время. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, и оставался небом. А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой». Обратите внимание, что когда окончились дни службы, то есть священник раньше в основном занимался принесением жертв, он мог безмолвствовать, он мог ничего не говорить. Это сейчас священнослужитель приносит словесную жертву, а раньше это безмолвная жертва была. Он просто приносил жертвенных животных в жертву Богу и возвратился в дом свой. И после сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в Однисии, в которой призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. «К Деве, обрученной мужу именем Иосифа из дома Давидова, имя же Деве Мария». Вот обратите внимание на 27 стих «Обрученной мужу». Было два этапа и в ветхозаветной традиции брачных, даже три этапа брачных. И, собственно, в нашей церковной традиции. Первая – это помолвка. Она могла быть вообще в отроческом возрасте. Могли помолвить родителей своих детей. Второй этап – это обучение. Вот если даже посмотреть по чинопоследованию церковному, когда священнослужитель православной церкви венчает, то он может обручить брачущихся. И на этом закончится первый этап брака. А вот само венчание – это уже третий этап брака. Обручение является таким важным, воспитательным моментом в отношениях между молодыми людьми. Я считаю просто нужным объяснить этот момент кратко. Просто сейчас у нас совершенно отсутствует эта традиция. И, вы знаете, очень жаль, что она отсутствует. Они являлись, с одной стороны, мужем и женой, но не совсем. После обручения они еще не имели права совместного плотского сожительства. Они должны были дружить, как жених и невеста. Они должны были узнавать друг друга именно с человеческой стороны. Они должны были подружиться. Вот это самая важная деталь – подружиться. И вот брак он уже благословлял на зачатие и рождение детей. То есть, само венчание, собственно. И вот здесь умышленно указывается на то, что Дева Мария была только обрученной Иосифу. Это одно. Второе. Иосиф был пожилым человеком. Он был уже в браке. Супруга его умерла. Оставила ему детей. Дети были взрослые. И вот когда, а нам известно, что Дева Мария была введена в храм Господень, помните, мы празднуем введение Девы Марии в храм, и там она пробыла с трех до четырнадцати лет. И после четырнадцати лет Дева не могла находиться в храме по соображениям ритуальной нечистоты. А так она находилась при храме. Она занималась рукоделием, пряжей, каких-то церковных тканей, вышивкой, ну и так далее. И она решила посвятить себя Богу, не вступая в брак. Вообще, нужно сказать, что само это пожелание было достаточно странным. Понимаете? Конечно, были посвящения себя Богу, но они были временными. Это так называемые назарения. Они посвящали себя Богу на какое-то время, и потом они освобождались от этого обеда. Причем этот обед мог быть различным. Это и воздержание от спиртных напитков, это воздержание от супружеской жизни. То есть различные обеды, но они были временные. Не было института монашества в ветхозаветной церкви. И вот она изъявляет такое желание. Конечно, все, что окружало эту девушку, это было, конечно, само по себе каким-то чудом. Как она поднялась по этим ступеням в храм, вы помните, когда было введение. Потом предание говорит, что священник движим духом святым, ввел ее в святая святых, куда и сам-то единожды в год входил. И вообще много каких-то особенностей, которые указывали вообще на избранничество этой девы. Конечно, было много свидетельств этого избранничества. И вот она заявляет священникам, первосвященнику в частности, что она желает посвятить себя Богу. И тогда они, посоветовавшись, обручают ее Иосифу, старому человеку. Ему было за 80 лет. Для того, чтобы он был хранителем девства ее. Почему именно пожилому человеку? Естественно, для того, чтобы он не смотрел на нее, как на женщину. Но также это было важно и для внешних, то есть для тех людей, которые могли искушаться ее безбрачием. Могли говорить, вот она безбрачная. И, соответственно, много появлялось бы слухов всевозможных и так далее. И вот именно ей Господь посылает Архангела Гавриила. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенно ты между женами. Вообще, на эти слова нам нужно обращать внимание. Ангел, войдя к ней. Вот сегодня весь протестантизм, я имею в виду все протестантские секты, пренебрежительно отзывается в адрес Богородицы, Девы Марии. Не только пренебрежительно, но, более того, кощунственно. Они называют ее обычной женщиной. То есть это святотатство, это богохульство. Ангел, Архангел, нужно заметить, обращается с особым почитанием. Ведь если мы посмотрим на диалог между Ангелом и Захарием, он обратился словами к Захаре, радуйся, благодатный, Господь с тобой. Нет, таких слов не было. Он что сказал? Не бойся. А здесь не просто Ангел, а Архангел Гавриил. Это особый вестник в иерархии небесной. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенно ты между женами. Нужно быть очень слепым человеком или предубежденным, или настроенным против Богородицы, чтобы не замечать этих слов. Благословенно ты между женами. Кому еще были обращены подобные слова из евангельской истории? Не было такого обращения. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она была смиренным человеком, естественно. Как она могла? Ну, конечно, я ждала тебя уже, вот, уже, так сказать, 10 минут, когда ты опоздал. Конечно же, такого не могло быть. Она была действительно смиренным сосудом. И это мы видим из дальнейших слов. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очереве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца. Что здесь за странные слова вообще? Он даст ему престол Давида, отца его. И он будет царствовать над домом Иакова. Мы что-то не припоминаем вообще из дальнейшей евангельской истории, что он воссел на престол своего прадеда, царя Давида. И он не царствовал домом Израиля. И царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть она тоже недоумевала, как это вообще возможно? Тем более она решила посвятить свое девство Богу. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Знаете, это вообще глубокие слова. «У Бога не останется бессильным никакое слово». Вот мы часто молимся Богу. И вот мы не получаем желаемого через свою молитву. Это все потому, что Бог не сказал еще Своего Слова в ответ на нашу молитву. Это очень и очень важно понять. Потому что если бы Он сказал Своё Слово, то это Слово обязательно осуществилось, потому что нет Божьего Слова, которое бессильно. Слово Божие, оно творческое и созидательное. Значит, Бог думает о нас, но Слово Своего еще не произнес. Это мы можем лепетать, но Бог не лепечет. Бог отвечает. И вот когда идет речь о молитве, то идет речь о какой-то особой внутренней напряженности и очищенности перед Богом. Молитва – это особый путь. И вот для нас молитва стала повседневностью. Мы просто читаем молитвы. Мы их прочитываем. И они просто звучат в нашей жизни духовной. А ведь Господь говорит, просите у Отца во имя Мое, и даст вам, почему же не дает. Пока мы все оставляем без ответов. И относительно Царства, и относительно ответов. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по Слову Твое, и отошел от нее Ангел». Когда слышат сектанты Слово «Раб Божий», их начинает просто, вы знаете, это очень смущать. Ну как это так? Какие мы рабы? Мы не рабы. Мы уже слышали, говорят, рабы не мы, мы не рабы. Мы сыновья Божии. А вот здесь Дева Мария, которую Господь приветствовал как благодатная, которая родит Сына Всевышнего, она отвечает «Сероба Господня». Поэтому мы начинаем понимать, что Евангелие – это не цитатник. Евангелие может вчитаться только человек и понять, что там есть, который живет в церковной традиции, церковной традиции смирения, церковной традиции молитвы, евхаристии. Только для Него эти слова о чем-то говорят. Только для Него эти слова являются неким руководством к жизни. Мы не выискиваем цитаты, мы читаем все подряд и находим для себя там основания для своей духовной жизни. Вот понимаете, здесь нет каких-то мистерий, каких-то особых чудес, но если душа ищет ответа на свои вопросы, на вопросы своего самоопределения перед Богом, то для Него эти слова являются глубоким ответом. Еще у нас, так, 17.30, ну, по идее, мы уже должны закончить. Так, полтора часа. Вы говорили, что Святой Дух меньше и не строится, правильно? Так это было? Нет, 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 нет. Нет, это заблуждение. Отец, затем Господь. Сын, да, и Святой Дух. Да, говорили так. А помните, если там где-то Господь говорит, что... Отец более меня есть. Ну, велик, понятно. Так. Ну, то есть продактный такой. Нет. Господь говорит, что если Вы скажете плохо даже о Богце или о Мне, но ни в коем случае ни о Святом Духе. Почему? Так, Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, так, давайте мы определимся. Мы полтора часа уже занимаемся. Значит так, мы вообще два часа, не больше, да, то есть полчаса на ответы или мне... я думаю, что... Как мы поступим? То есть... Что, что? Дальше? Дальше. То есть мы будем сколько вообще заниматься? Два часа или полтора часа? Два. Два. Как вам? Ну, хорошо. Ну, давайте тогда час сорок пять. Хорошо. Хорошо. Давайте... Нет, я умышленно... Я только обозначил эту проблему. Я умышленно. Вот. Я пока не отвечаю. Потому что я сейчас... Если я сейчас начну объяснять эту тему, это, конечно, будет долго. Понимаете? Потому что последующий Евангелий, оно будет как раз все это объяснять. Так. Ну, давайте так. Я еще десять минут по Евангелию и потом еще на вопросы отвечу. Так, чтобы где-то... Мы два часа закончили. Так. И отошел от нее... А, сироба Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. Вообще, да будет мне по слову Твоему. Ведь это тоже очень важно. Понимаете? Вот, когда читаешь подвижников благочестия, что потрясающее, прежде всего? То, что эти люди сумели расслышать Слова Божие как слова Бога, которые обращены Бога к ним лично. Вот именно в этот момент. Вот мы как-то абстрагированы читаем. Вот мы скорее изучаем, исследуем. Как текст. А вот они читают и пытаются именно услышать, что Бог сейчас к ним говорит. Да будет мне по слову Твоему. Вот вдуматься в эти слова. То есть, вот сироба Господня, да будет мне по слову Твоему. Вот как Господь сказал, вот так пусть будет. Я принимаю это слово. И это важно. Вот кто может сказать, к примеру, да будет мне по слову Твоему, после слов Христа. Возьми крест свой, отвержи себя, иди по стопам Моим. То, что имеешь, раздашь, продашь, и будешь иметь сокровище на небесе. Вот представьте себе, Господь явился нам с такими словами. Мы сможем сказать, сироба Господний, или раб Господень, да будет мне по слову Твоему. Я сказал, разлили бы покорать Тебя в Царстве. Вот, понимаете. То есть, мы сразу же вспомним о детях, о внуках. Господи, дай возможность воспитать, прокормить, и так далее. А потом будем уже думать о Царстве Небесном. Понимаете, какая вот именно глубина. Вот, когда Антоний Великий услышал эти слова, которые я привел только что вам, он принял это, как именно слова, которые были обращены Христа к нему. Он услышал эти слова, когда читалось Евангелие в храме. И он оставился, он пошел. Он ушел в пустыню, и он там был до конца своих дней, не сходя с этого пути, потому что с Христа не сходят, с Него снимают. Встав же Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Кому она пошла? Она пошла к Захарии и Елисавете. Почему? А потому что Гавриил что упомянул? Имена их. Что они тоже были неплодны, но по милости Божией она зачала. Она идет поговорить с человеком близким по духу. Вот что важно. Вот почему родство во Христе Господь так возвышает. Вот давайте вспомним, как Господь говорит, кто любит отца, матерь, детей, там, невестку и так далее, пачи меня. Не может быть моим учеником. Потому что именно вот эта любовь, плотская, я сегодня немножко на проповеди об этом говорил, это эгоистическая любовь. Помните, Господь так сказал в сегодняшнем же Евангелии, которая была прочитана за литургией, что если вы будете любить любящих вас, не то ли делают грешники, обычные люди. То есть Господь говорит о неком другом родстве, которое может появиться уже в Боге. И вот это родство в Боге, это другое родство. Вот даже так, каждый пусть для себя возьмет так вот на вооружение, вот мысль эту. Вот с кем нам вот как-то удобнее пообщаться? С родственниками по плоти, которые далеки от Бога? Или с людьми чужими, но которые живут в Боге? С людьми чужими, конечно. Да, но те, которые живут во Христе. Правда ведь? И вот здесь получается, что не телесный Отец объединяет, а вот этот небесный Отец, о котором мы говорим. Почему Господь говорит, молитву даю вам, Отче наш, Он имеет в виду, что Он и Его Отец, но мы Его братья, и в то же время мы все Его дети, но уже в родственных отношениях с Сыном Его. Он нам и брат уже, а Отец нам небесный, потому что там вечная жизнь будет. И мы родились во Христе уже от Отца Небесного. И вот она бежит с поспешностью, понимаете, с поспешностью в Нагорную страну, то есть в другое место, далеко от Назарета это происходит, в Иудею. А она проживает в Галилее. Это как с Евпатории в Керчь. Нужно еще отметить, что Благовещение, это вот момент Благовещения, на греческом языке Благовещение звучит как Евангелизмоз. То есть именно вот этот сюжет, именно это событие тождественно всем книгам, которые называются Евангелие, именно в этом было Евангелие. В Благовещении произошло зачатие от Духа Святого. То есть это день зачатия Христа, день Благовещения. Он принял плод человеческую и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисей. Видите, не повествуется о том, как она шла, хотя это длинное, знаете, какой-нибудь там, так сказать, велитрист мог бы все это раскинуть, понимаете, на добрую сотню страниц. Приключений очень много там могло быть у него на странице. Все. И вошла в дом Захарии. То есть о самом главном идет речь. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, сыграл младенец в очреве ее. И Елисавета исполнила Святого Духа. Вы чувствуете, какая, понимаете, красота. То есть вот, понимаете, вот младенец, которому пять месяцев было, который в утробе Елисаветы, он услышал своего Творца. А Елисавета исполнилась Святого Духа. и воскликнула громким голосом. Вы представляете? Громким голосом. Вот встречается и там вот, понимаете, вот громким голосом. Это подчеркивается. То есть это было и сказала благословенно ты между женами и благословенно по учебу. Она сказала просто по эмоции это? Нет, от Духа Святого. То есть она что, благословенна между женами и благословен плод чрева твоего. А сектанты скажут, да нет, да она обычная женщина, она такая же Маша, вот понимаете, там какие все мы остальные. Они совершенно спокойно об этом говорят, без зазрения совести. Она-то от Духа Свято говорит, то есть Дух Святой через нее говорит, что она необычная. Помните в послании Коринфяна 1 и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Она называет Его благословен плод чрева твоего и ее называет благословенной между женами. И откуда это мне? Она никогда раньше не пророчествовала. Но представьте себе, кто-нибудь из вас начнет пророчествовать. И откуда мне это? Что пришла Матерь Господа моего, Матерь Господа. Вот и здесь тоже этот антисектантский аргумент. Богородица, Матерь Господа. Потому что они часто протестуют, особенно иеговисты. Ну какая же она Богородица? Да вот Матерь Господа. Кто может еще называться Матерью Господа? И она-то удивляется сама себе, обратите внимание. Ибо когда голос приветствия твоего дошел, до слуха моего взыграл младенец, радостью в очреве моем. То есть настолько вот и сама Дева Мария была исполнена Духом Святым. То есть вот она на самом деле духовная встреча. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. Она называет блаженной ее, уверовавшей, то есть об Огородице. И сказала Мария, величие душа моя Господа. И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, но только не всегда. Я заканчиваю здесь несколько стихов и все. Кто сотворил мне величие сильный, величие сотворил сильный, величие тоже обратите внимание. Здесь все говорит о том, что Дева Мария она Богородица, величие и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы свои, рассеял надменных помышлениями сердца их. Вот почему сектанты постоянно дробятся? Потому что рассеял надменных помышлениями сердца их. Вот у них только помышление, вот они постоянно между собой. Вначале они спорили, протестовали Лютер, Цвингли, Кальвин с католичеством, а потом уже между собой до сегодняшнего дня. Они постоянно друг от друга отпадают. Вот рассеял, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнив благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянул милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Вот это Евангелие мы часто слышим за утренним богослужением, когда совершаем праздник, посвященный Кадеве Марии. Значит, так, пока мы движемся по Евангелию от Луки, потому что Евангелие от Луки, оно самое хронологическое. Потом мы будем переходить на другие Евангелия. Так, а сейчас я отвечу на ваши вопросы. Значит, что касается первого вопроса, почему именно хулан на Духа Святого не проститься. Понимаете, здесь нужно как бы четко понимать, что происходит с человеком, когда он начинает приобщаться к Богу. Я говорю уже, что Отец это источник воли, Сын это послушание этой воли, а Дух Святой это исполнение этой воли. Исполнение в ком этой воли? В людях. То есть, Дух Святой, помните, говорит Писание нам, что Он будет молиться внутри, каждый войдет в человека и будет молиться «Авва Отче». То есть, христианин молится Духом Святым к Отцу. Почему? Неужели мы сами не молимся? Дух Святой, когда входит внутрь человека, то Он соединяет человека с Сыном. Потому что все таинства Церкви, они совершаются Духом Святым. Но они все эти таинства, совершенные Духом Святым, приобщают ко Христу, к Сыну. И получается, что мы включаемся, приобщаемся к лицам Пресвятой Троицы, Сыну и Святому Духу. И вот когда внутри нас Сын и Святой Дух, то эти лица к кому они будут обращены? К Отцу. Потому что Отец исток всего. А мы получаемся уже собеседниками. Помните даже так очень эмоционально говорит Господь, что кто откроет дверь сердца своего, к тому я войду и буду вечерять с ним. То есть настолько близко, о вечере это, что это общение. Это прежде всего вот именно вот это общение. И вы понимаете, когда человек отрицает Духа Святого, то он отрицает в себе вообще всякий импульс внутри себя Бога. Отрицающий Святого Духа это отрицающий вообще всякое, всякую перспективу общения с Богом. Если он не понял каких-то моментов, скажем так, вероучительных отца, сына, то это от невежества. Но если он отрицает внутри себя Святого Духа, то он отрицает внутри себя совесть. А совесть это как раз когда говорит внутри нас голос Божий. Он отрицает по сути себя, свое человечество. И поэтому этот человек он уже не сможет вернуться именно к Богу. И поэтому не проститься. И вот еще один момент нужно обратить внимание. Апостол говорит, что грех это вражда против Бога. Почему вражда против Бога? А потому что когда приходит нам помысл согрешить, то в ответ на этот помысл сразу же голос совести нам говорит, не делай этого. Но голос совести внутри нас это голос Божий внутри нас. Это голос Святого Духа внутри нас. И говорит нам голос совести. Голос Божий. Почему называется совесть? Приставка со на совместное действие указывающая и ведать совместное знание или просто существительные советы. То есть Бог советует нам не делай, не поступай плохо. И вот если человек все-таки поступает плохо, то что он прежде чем совершив грех делает? Переступает через голос Божий внутри себя, через совесть, через Духа Святого внутри себя. И поэтому апостол определяет грех как вражда против Бога. то есть вот вдуматься только, понимаете, что на самом деле происходит, когда человек грешит? Он воюет против Бога, он борется с Богом. поэтому такое действительно. Спасибо. Мы реакции малили первую первую так, как будто бы она первый раз не помнилась. Первый раз? Вот реакция малили, она будет на ангель и короля. Вот такая, что она уже с ним встречалась. Еще это первый раз на вершине. Ну вообще предание нам говорит о том, что были явления ангельских сил. Вот. И конечно, то, что есть в Писании, в данном тексте, как бы больше сказать сложно, понимаете, потому что вообще для нас вот сама наша эмоциональная сфера, сфера нашего ума, вот, это которое прикасается, знаете, как музыкальный инструмент, и к этому музыкальному инструменту прикасается рука. Рука именно музыкант, виртуоза, эта арфа начинает звучать красиво. А если, понимаете, ну, просто какого-то профана прикоснется, это будет стон, который песней зовется, помните? И вот, если Дух Святой прикасается к Душе человека, вот она именно в этот момент раскрывается в такой красоте, в такой полноте, искусство, потому что именно наш внутренний музыкальный инструмент именно этого, вот, именно вот этого веяния ожидает, понимаете, именно вот этого прикосновения, который не повредит этот музыкальный инструмент, не будет этим музыкальным инструментом забивать гвозди, а будет играть и извлекать прекрасную музыку. Понимаете? Поэтому, что творится с человеком, когда касается его дух? Понимаете, у каждого человека это по-разному происходит. Потому что пророчества, которые случались, когда Господь прикасается к каким-то пророкам, у каждого по-разному. Значит, это кто-то громко, кто-то, наоборот, в тишину приходит. То есть, вот это эмоционально... Каждый человек, он является неповторимым музыкальным инструментом. Кто-то скрипно, кто-то, понимаете, какой-то духовой инструмент и так далее, и так далее. Как раз такой у меня вопрос, может быть, как уже к тому, что... Да, громче, говорите, чтобы люди слышали. Значит, вот тут мы видим как бы обращение ангела к двум людям. Первое — это Захария, который говорит о том, что жена Рубизолета, да, зачтён. И он как бы не верит. И тут же она говорит, ты будешь наказан, будешь молчать. И такое же мы вот тут же увидим в сообщении им Марии. И тоже вроде бы как чувствуем, что она тоже немного, да, вот не верит, сомневается. Но, тем не менее, ангел очень благосклонно к ней относится. Вот не то, что вы говорите, вот что это особо какая-то благодать этой женщине. Ведь он совершенно её не наказал, так как он наказал Захария. Так, 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 да. То ли это вот в этом... Так, стих 29. Она же увидела его, смутившись от слов его, и размышляла, что бы это было. То ли это вот такое чистое женское восприятие правильное. То есть не сказала сразу, а подумала. Как-то очень благодатно принято. Вы знаете, я думаю, что её прежде всего смутило именно само обращение «радуйся благодатно». Понимаете? Вот именно потому что вот это обращение «радуйся благодатно», «Господь с тобой, благословен от ими сужёнными». Сама наказала необычного... Смиренная, понимаете, женщина. Вот, знаете, было такое понятие «красна девица» раньше. То есть как бы поучение этого исходит просто, да? Как вы говорите, поучение. Как бы исходит об этом камне. Вы знаете, я думаю... Поучение какое-то такое исходит, да? Поучение, да. Но вы знаете, ещё важно вот что. Вот раньше было такое понятие, раньше, «красна девица». Да? Вот я... Прежде чем объяснить, что это такое, я приведу вам как бы такой анекдотичный момент. Знаете, почему... Она говорит в жизни тоже, как это будет, когда мужа не знает. Тоже такое же сомнение. Конечно, потому что, понимаете, одно дело, понимаете, он говорит о том, что ты родишь, понимаете, обычным путём. А здесь, понимаете, уже идёт речь о том, что она благословена между жёнами и так далее. И вот я... Просто вот такой как бы маленький психологический момент. Вот почему вымерли драконы? Что-что? Совершенно верно. То есть, они питаются девицами. Вот. А вот действительно, сейчас даже вот, знаете, такого нет. Вот в обиходе нет такого «красной девицы». Потому что красная девица – это не красавица-девица. А красная, потому что она краснела, понимаете, от каких-то таких вот, знаете, взглядов. Вот, понимаете. Она покрывалась краской сразу же. Вот настолько смущался человек, настолько было много чистых людей. А сейчас в детстве уже убивают, понимаете. Именно вот это вообще вот какую-то целомудренность. Чем? Тем, что бесконтрольно позволяет смотреть телевидение, интернет. И вообще многое другое. И вот, понимаете, если еще у нас в каких-то былинах там и сказках, и «красная девица». А что тогда, вот, понимаете, она была воспитана на божественном откровении. И ей говорит, ангел говорит, что ты благословена между женами, радуйся благодатная. Конечно, это ее очень смутило, понимаете. Потому что она была смиренная. Это самоумение принимать главную весть, понимаете. Да. Не просто так, а потом как-то смиренно, что-то благоговейно принимает. Ну, вы знаете, она именно, да, она благоговейна, она, вы знаете, она подвергла сомнению. Ну, как это так? Кто я такая? Она небольшой мыслью о себе была. Понимаете? Небольшой. И, конечно, это ее, собственно, смутило. Вот. Конечно, случай с Захарией там, конечно, другой. То есть, он просто не поверил в то, что может быть естественным путем. И я бы даже сказал, здесь еще вот в чем проблема, почему Захарий был наказан. А потому что он не поверил в слова ангела, как в ответ на свои молитвы. Потому что он-то молился именно об этом, а она-то не молилась, чтобы стать, понимаете, матерью Бога. И в голову такое не могло прийти. Вы понимаете? Это большая разница. А он молился, а когда ему принесли, так сказать, весть радостную, он, конечно, смутился и недоверие проявил. Это, вы знаете, как в нашей жизни часто бывает. Мы часто о чем-то молимся, но мы-то себе представляем это немножко по-другому, как это будет. Вот. А как будет Господь отвечать. А Господь немножко по-другому отвечает. И поэтому мы пропускаем мимо ушей, мимо нашего внимания. Понимаете? Видимо, он себе сценарий другой представил, что вот как это будет вообще. Еще какой вопрос? Вопросов нет. Хорошо. Ну что ж, слава Богу, мы сейчас прошли до 56 стиха и с 57. И также коснитесь Матфея с первой главы. Ну, первую главу обязательно вот так просмотрите. Что, что, что? Да, Луки 57 глава, простите, стих, это первая глава. И Матфея, первая глава. Ну, хотя бы это посмотрите. Что, что? Что, что? Так, сейчас. Да.